Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои самые любимые косметические продукты в 2020 году. Будет много декоративки, будут люкс-варианты, будут более бюджетные варианты. Поэтому наливайте себе чаёк, садитесь поудобнее, и мы будем начинать! Итак, давайте начнём. Я в последнее время начинаю свой макияж всегда вот с таких падов от Шик. Они мне очень нравятся. Ну, особенно с моей нежирной кожей это очень актуально. Плюс помогает снять какие-то излишнюю жирность кожи, какие-то масла, которые я уже успела с утра использовать. Соответственно, мне кажется, что это продляет стойкость макияжа. Плюс, если у вас есть какие-то шелушинки, они помогут это отшелушить. Тем более, тут есть две поверхности, обычная, которая как ватный диск, и вторая с сеточкой. Соответственно, вот эта сеточка, она, ну, какие-то шелушения, так достаточно, на мой взгляд, мягко убирает. Конечно, если у вас кожа более чувствительная, чем моя, вы можете быть с этим не согласны. Но в моём случае это круто работает, и мне сейчас очень нравится делать этот шаг в макияже. Никогда его не пропускаем. Так, базами я не пользуюсь. Следующий шаг – это тон. В этом году я пользовалась многими тональниками. У меня есть от Stellar, и было несколько. В принципе, неплохие, кстати, можете их тоже рассмотреть. Есть от Clinique, но всё-таки для жирной кожи моя самая любимая – это Clorans Tent Health Tenue. Конечно, я французский не знаю. Скорее всего, я всё прочитала неправильно, но, как говорится, не суть важна. Я в любом случае правильное название оставлю в описании. Вы можете его там посмотреть. Кожа у меня очень светлая. Я вообще натуральная рыжая девчушка, поэтому я обычно на солнце особо не загораю, даже если я этого очень сильно захочу. Поэтому мой оттенок 103 Ivory, и, в принципе, я думаю, он подойдёт светленьким девчонкам. Ну, пусть я не супер-белоснежка, потому что помню, когда, там, пару лет назад, у меня была всегда такая проблема, как найти светлую тоналку под свой тон. Их было очень мало. Сейчас я наблюдаю то, что в магазинах продаются просто белоснежные тоналки, очень-очень беленькие. Вот, с этим сейчас стало не проблема. И даже зачастую теперь я беру оттенок не самый первый в линейке, с которого начинаются там в бренде тональные средства, а где-то второй или даже третий сначала. Распределяю я всегда всё кистью. И, кстати, кисть для нанесения тонального – это мой бессменный фаворит. Мне не нравится пользоваться бьюти-блендером. Ну, во-первых, потому что для меня это очень долго, это раз. Два – их неудобно мыть. Ну, по крайней мере, если ты хочешь действительно их вымывать, на это придётся тратить время каждый позже день. Ну, и лично у меня кистями всё наносится очень легко, без всяких проблем, без развода. Так, переходим теперь к пудре. У меня два фаворита. Первая – это рассыпчатая пудра от RCMA No Color Powder. И вторая – опять-таки Clorance. Я, в принципе, люблю продукты для лица от этого бренда. Она называется Everlasting Compact. Тоже для жирной кожи, с SPF 9. Но для меня это не супер актуально. Я на это обычно не смотрю. Вот, немножечко припудрюсь. Хотя, конечно же, при моей жирной коже это приходится повторять много раз за день. Вот, поэтому... Ну, так. Начнём, так сказать, с этого. А там, может быть, в процессе макияжа под конец я добавлю ещё. Так, движемся дальше. Следующая категория, которую я очень люблю – это бронзирующие средства. Я уже давно потеряла надежду, чтобы загореть естественным путём. Пользоваться автозагарами мне тоже не очень нравится. Поэтому для меня бронзаторы – это настоящая находка. В этом году я полюбила больше всего вот этих два средства. Это палетка от Smashbox, которая называется Cali Contour. Здесь есть и контуринг, и бронзер, и хайлайтеры, и даже такие тёпленькие румяна. Но для меня они немножечко темноваты, но, в принципе, иногда я ими пользуюсь. И вторая классная штучка – это вот такой бронзер от Шарлотты Тилбери. Её новинка, которая появилась в этом году. Он, кстати, огромный, практически размером с мою ладонь. Вот поэтому хватит надолго, хотя я уже тут небольшую ямочку образовала. Называется Airbrush Bronser в оттенке 2, Medium. И, кстати, даже если у вас очень светленький тон кожи, я бы советовала брать двоечку, не единичку. Потому что единичка там действительно для супер-пупер белоснежек. И, скорее всего, на вашей коже это будет незаметно. Так, я в этот раз возьму всё-таки от Шарлотты. Хотя, вот если вы действительно любите сникерсы рисовать на лице, при помощи этой пудры это будет сделать тяжело. Придётся много раз настлаивать. Ну, сникерсы, конечно, в позитивном ключе. Действительно, я сама иногда люблю более какой-то яркий и жёсткий контуринг, бронтуринг по-другому, да, если бронзером это назвать. Тут это сделать сложно. Тут реально такой Airbrush эффект. Очень мягкий, нежный, легко растушевывается, эффект расфокуса появляется. И вот действительно я смотрю, что на камере, конечно, его не так уж и хорошо видно. Я у себя обычно прохожусь прям по контуру всего лица, и в том числе и подбородок, и щёчки, и носик можно, в принципе, тоже подчеркнуть, немножечко сузить. Когда мне не лень, я для этой цели достаю свой контуринг, но сегодня что-то мне ленило за ним лезть, поэтому, в принципе, так оно тоже выглядит довольно неплохо и симпатично. Так, мне кажется, с этим бронзером очень сложно переборщить, настолько он нежненький. Движемся дальше. Следующая категория у нас румяна. И на самом деле, наверное, самой любимой румяной в этом году стала вот такая миниатюра от бренда Hourglass, которая называется Diffused Heat. Но сегодня я что-то не хочу ее использовать, хотя действительно классные румяна от Hourglass. Если вы не пробовали, если вам не хочется тратиться очень сильно на их здоровенную палетку, возьмите эти румяна, обалденно освежает лицо. Вот, но я хочу показать вам сегодня другой, не менее классный мой фаворит. Это такие прикольные румяна от бренда Dolce & Gabbana. Если вы видели, какую одежду они выпускают, то вы, наверное, знаете, что Dolce & Gabbana не любят минимализм. Они такие, чтобы было поярче, побогаче. И румянчики у них тоже в этом стиле. Но, в принципе, упаковка классная, золотая. Тоже видно, что дорогая женщина вошла. Вот, оттенок у меня МОКО, 130 МОКО. Вот, он такой нежный, не слишком розовый. И они достаточно, ну, средней такой пагментации, конечно. Румяную морфушку с ними сделать тяжело, но в то же время на щеках они заметны. Мне это тоже нравится. Вот, я, кстати, так как у меня кожа жирненькая, она часто съедает продукт. Он реально куда-то исчезает, одевается со временем. Поэтому я люблю немножечко румяна в самом начале макияжа делать запасом. Там, если что, под конец посмотрим, может быть, прикроем их пудрой. Но в начале я люблю бахнуть побольше. Все равно, но мне потом куда-то со временем сденется. Вот, увидите. Так, теперь переходим к бровям. И тут у меня несколько фаворитов. Я вообще очень люблю помадки для бровей. Моя самая раньше была любимая Анастасия Беверли Хиллса в оттенке блонд. Но сейчас что-то она мне надоела. Потому что я первую банку исчерпала прям до конца. Ей пользовалась два года. Год назад купила вторую. Но что-то она мне реально поднадоела. Поэтому теперь я пользуюсь вот такой помадкой для бровей от Benefit. Она мне тоже безумно нравится. Это тоже оттенок 2. По-моему, у них эта двойка идет тоже как для блондинок. Вот, очень классно мне нравится. Тут еще такая кисточка, которая надстраивается в крышечку и становится такой длинненькой уже кисточкой для бровей. Единственное, что мне не нравится, то что здесь очень узкая горлышко. Прям только эта кисточка родная в нее хорошо входит. Если ваша кисточка, например, любимая есть от Заевы, есть большая вероятность, что она просто туда не поместится. И плюс, чтобы набрать продукты, иногда приходится аж вот так вот шурудить. Потому что гурочка реально такая узенькая, такая маленькая, что туда ничего не лезет. Ну и когда мне было лень пользоваться помадками, я, как и все у нас в России, пользовалась карандашом от Vivienne Sabo в оттенке 2. Обалденный карандаш, когда лень прекрасно можно им. Ну и в качестве геля для бровей я использовала Artvisage прозрачный гель. Ну, нормальный, не какой-то волшебный. Но, в принципе, если у вас брови не слишком проблемные, как мои, у меня брови, потому что маленькие, такие хиленькие, там особо нечем быть непослушными. Вот. Поэтому для моих таких небольших бровей они вполне подходят. Кстати, я помню, что когда была мода на большие кустистые брови, я немножечко расстраивалась. Потому что, ну вот у меня реально от природы брови такие маленькие и узенькие в стиле 90-х. Я никогда в жизни их не выщипывала. Так что у меня брови не перещипанные, они реально так растут. Вот все есть, что есть. Так что под моду мне подстраиваться не приходится. Работаем с тем, что есть. Ну, в принципе, брови я закончила. Давайте, что ли, причешем это все помадкой. Не то, чтобы есть большая необходимость, но так. Немножечко зато распределим заново продукты по бровям, чтобы он лежал более равномерным. Ну и волоски как-нибудь посимпатичнее я распушу. Вот. Ну, как я уже и сказала, не знаю, насколько сильная фиксация, потому что у меня, в принципе, любой, даже, мне кажется, самый дешевый гель для бровей, отлично будет их держать. Так, переходим к хайлайтеру. Я не очень люблю хайлайтеры. Опять-таки, потому что у меня жирная кожа. Я всю свою жизнь борюсь с этим жирным блеском, поэтому первое время я вообще отрицала их существование, мне прям не хотелось ничего хайлайтерить. Блин, как так? Я всю жизнь борюсь с этим блеском, а люди его начали специально сами себе на лицо добавлять. Ну, а сейчас все-таки выходят такие красивые баночки косметические, что я просто не могу устоять. И в этом году я купила один хайлайтер, что для меня уже очень много. У меня, мне кажется, их вообще в коллекции штуки 4-5. Вот. И это хайлайтер от Пэт Макград. Не могу сказать, что он прям очень какой-то классный. Мне кажется, на веках, как в качестве теней, этот хайлайтер посмотрелся намного интереснее, чем на чеках. Объясню почему. Потому что очень многие девчонки любят хайлайтеры, которые не отдельными блесками лежат, а хайлайтеры более-таки полирующие, однородные. Так вот, этот хайлайтер от Пэт не про это. Тут действительно есть блестки отдельные. Особенно вот в этом среднем золотистом. Я причем видела, что у многих именно этот средний вариант прям их фаворит. Не знаю почему, потому что блестки реально на лице видно. Мой любимый вот этот крайне розовенький. Вот. Выглядит он интересно, дуахромно. Розовый перелив видно только под определенным углом. Поэтому выглядит классно, интересно, но имейте в виду, что блестки тут есть. Я от него избавляться не буду. Очень хочу попробовать как-нибудь и на веках это все. Но мой долг вас предупредить, что тут не все так просто. Беру свою кисточку любимую от Реал Техник. И давайте наносить. Вот я думаю, не знаю, как поймать этот перелив. Перелив, конечно, есть. Он крутой, он интересный. Мне кажется, многие захотят, особенно девушке, узнать, что же это у вас такое интересненькое на щечках. Но вот если прям близко-близко подойти, то какие-то блестки видно. У меня есть другие хайлайтеры от Жуэ, от Бэки. Там, конечно, на блестки нет даже никакого намека. Я набираю всегда много. Ну а что? Что стесняться? Перед кем мы будем стесняться тут? Губой я нанесу. Ну, на носу мне не нравится, как мне смотрится. Поэтому тут так, чисто символически. Все сделаем. Вот даже на губах, мне кажется, выглядит очень красиво. Переходим к следующей категории. И эта категория моя самая любимая. Это палетки теней. В этом году, честно признаться, я не особо себя сдерживала. Плюс сыграло еще на руку то, что в этом году был карантин. Соответственно, когда только локдаун объявили. И вообще нельзя было никуда гулять, ни с кем встречаться. Мне что-то стало так грустненько, печальненько. Соответственно, одежду покупать смысла никакого не было. Кто ее увидит, если никуда выходить нельзя. И я в этот момент как-то особенно начала оторваться на палетках. И, можно сказать, довольно сильно увлеклась. Мне кажется, за 2020 год я купила, наверное, больше 20 палеток теней. И это мой абсолютный рекорд. Ни в какой другой год я себе такого не позволяла. Очень хочу снять на них отдельное видео. Наверное, следующее видео будет как раз на эту тему, где мы пороемся во всех моих палеточках. Про каждую я вам расскажу. Но сегодняшнее видео не про это, а про мои самые любимые палетки. И я постаралась как-то себя ужать, очень сильно ограничить. И выбрать своих 5 самых супер-фаворитов. Фаворит номер 1. Это палетка бронз от Наташи Диноны. Я ее давно хотела попробовать. Какие-то такие малышки. Уже даже думала покупать палетку лав. Когда вдруг нагрянул этот запуск. И он уже по фото мне супер-сильно понравился. Как вы, наверное, уже догадываетесь, я со своими рыжими волосами 100% теплая девушка. Мне холодные оттенки, в принципе, тоже идут. Но все-таки теплая на мне смотрится лучше. Поэтому я сразу этим заинтересовалась. Мне эта палетка показалась очень интересной. И я не разочаровалась. Качество здесь действительно отменное. Цвета интересные. И я могу с этой палеткой сделать примерно 2-3 разнообразных макияжа. Да, это не так много. Но с этой палеткой всегда получается очень классный макияж. Макияж простой. Я знаю, что с ней я точно не накосячу. Поэтому рука к ней тянулась. Интересный момент, что здесь все рефилы, их можно достать и переставить по своему усмотрению. И, конечно же, я об этом мечтала всю свою жизнь. Потому что во многих палетках меня бесят, что этого сделать нельзя. И как-то цвета расположены нелогично. Поэтому первым же самым делом я достала эти рефилы. Расположила их на свой вкус. Плюс матовые поставила вот в этот нижний ряд. И шиммеры расположила здесь. Плюс мне не нравилось, что у этой палетки не хватало какой-то изюминки. Особенно для уголка глаза. Поэтому я вот этот кругленький рефил. Это из палетки Тами Танука. Достала его и поставила сюда. Кстати, другие рефилы прекрасно сюда примагничиваются. Поэтому если у вас есть подходящие по размеру какие-то варианты, можно их смело сюда ставить, и палетка станет еще интереснее. Моя мечта получить какую-нибудь еще одну классную палетку от Наташи Динона. И на основе двух-трех таких палеток собрать свою супер идеальную, супер универсальную, любимую палетку, которая у меня будет на все случаи жизни. Но пока мне больше ничего у нее не нравится. Думаю только насчет палетки Love. Палетка Glam мне абсолютно не зашла. Она и на свотчах, и на макияжах. Выглядит очень для меня серенько и скучненько. Поэтому этот запуск мы пропускаем. Второе, мой фаворит. Это не совсем палетка для теней. Хотя две палетки теней от этого бренда у меня тоже есть. Они мне понравились. Это Тами Танука. Это рассыпчатые пигменты. В этой коробочке их у меня лежит 10 штук. И еще где-то 12-15 у меня лежит в другом месте. Вот если вы жалуетесь на какие-то там плохие сияшки в палетках, и вам хочется действительно что-то такое бабах, что-то интересное, к чему цепляется взгляд, обратите внимание на Тами Тануку. Раньше было с пигментами очень много геморроя, потому что, ну, как оклеить, как лепить, было трудно. Но сейчас такие классные клеи для глиттера выпускают, например, от NYX. И когда я это сочетание попробовала вместе, клеи для глиттера от NYX и эти пигменты, просто супер-пупер классные макияжи получились. Я оставлю в описании видео на Тами Танука от блогера Насти, ND Beauty Channel. Вот у нее посмотрите, как их классно можно вообще в макияже использовать. Следующий фаворит, это для меня просто супер-фаворитища. Я пользовалась этой палеткой чаще всего в 2020 году. Это бежевая прелюдия от Lime Crime. К сожалению, другие блогеры почему-то игнорируют эту прекрасную палетку. Мне за нее очень обидно, потому что я ее действительно супер-полюбила. Какая же она классная. Вот с ней никогда не накосячишь. Абсолютно все оттенки здесь супер-здоровские. Да, тут не получится какого-то вырви глаз яркого красного-зеленого макияжа. Но на каждый день это тот вариант, которым у меня постоянно тянулась рука. И несмотря на 8 оттенков, здесь можно сделать более разнообразный макияж, чем с той же бронз от Denone. Потому что здесь есть коричневенькие, с которыми можно сделать нюд. Добавили коричневеньким, бежевеньким вот этого сливового. Получился уже такой более интересный вариант. Бежево-сливовый. Если вы использовали бежевый плюс золотишко, получилась такая классика. И плюс здесь есть вот этих... Ой, с другой рукой. И плюс здесь есть два вот этих варианта. Серый, ну можно сказать, серый немного коричневенький. И просто темно-серый. И с этими двумя оттенками получается просто обалденный смокий айс. Вот это вот серебро мы помещаем на подвижное веко. И в складочку вот этот темно-серый. Просто супер классный. И плюс вот эта голубая сияшка. Это стала моей самой-самой любимой сияшкой для уголка глаза в этом году. Ни в одной другой палетке у меня такого классного оттенка для уголка глаза нет. Ну и переходим к двум последним фаворитам. Это две палетки Маттерщип от Пэт Макрад. Только в этом году наконец-таки я решилась их приобрести. Плюс были, кстати, очень классные скидки на черную пятницу. Давайте одной из них и накрасимся. И так как у меня самая пока что менее используемая это Бронз Седакшн. Кстати, я не рассказала, что это за палетки. А одна из этих палеток у меня это Дивайн Роуст 2. Девчонки, я ее сначала побаивалась, потому что мне казалось, что она какая-то вырвиглазная. Зачем мне такие яркие розовые, желтые и так далее. Но на самом деле с ней можно сделать обалденный нюд. Просто закрываем вот эти оттенки и все. У нас получается нюдовая палетка. Можно использовать, например, вот эти прикольные яркие оттенки для какого-то изюминки вашего макияжа. Но в принципе она вполне подходит на каждый день. Поэтому я ей пользовалась много. Качество обалденное. Все растушевывается классно. Вот этот Дуахром, который все ругали, что он не такой уж Дуахромистый. Он из розового в персиковый и зеленый уходит. На самом деле, когда я его первый раз использовала, я обалдела, насколько он кремовый и классный. Я его люблю. Так что я не присоединяюсь к хейтерам. И вторая моя палетка это бронз седакшн. Мне кажется, она супер тоже базовая, супер универсальная. Поэтому сегодня я хочу накраситься именно ей. При этом, если мне захочется... Вот эти вот закрываем оттенки. Видите, получается очень базовая такая палетка. При этом, если захочется, можно при помощи красного, розовенького, вот этого зелененького сделать обалденный акцент в макияже. Будет смотреться все супер дорого и богато. И сам юзер экспириенс, то есть то, как вы пользуетесь этим продуктом, он такой классный. Просто достаешь эту палетку и чувствуешь себя прям богатой женщиной, что ну прям реально королевой. Это супер классно. Вот у Наташи Диноны при всей моей любви к этому бренду такого нет. Что ты вот прям реально чувствуешь, что все, блин, я достойна лучшего. Начну с тушевочки. И интересно, что как раз таки у Пэт матовые абсолютно не пыльные. Тут мне эта кисточка не нравится, это она дурная. Матовые абсолютно не пыльные. Можно растягивать бесконечно каждый из ее матовых оттенков, даже самый темный. При большом желании упорствия можно растянуть в кожу. Никаких с этим нет проблем. Ничего не летит, все прекрасно выглядит. Конечно, это стоит дороговато. Не буду скрывать, я бы, наверное, без скидок на черную пятницу купить не решилась. Но мне нравится, что если прям сильно хотеть, то на Пэт реально найти какие-то промо-коды в течение года. Она неоднократно объявляет какие-то скидки. Так как я подписана на многих блогеров косметических в инстаграм, они периодически эти все коды выкладывают. И поэтому есть надежда хотя бы на 10-15% купить эти палетки подешевле. Но если вы реально тени маньяк, я бы вам, наверное, советовала. Вот я прям жалею, что у меня их не появилось раньше. Поездку, конечно, наверное, брать эти палетки не получится. Весит прям килограмм каждая палетка, но это прям такой приятный вес. То есть, понимаете, как в обычных каких-то телефонах или бытовой технике. Прям есть такое, что дешевый китайский пластик легкий, а есть прям реально. Берешь вот, например, дорогую вещь из техники, и у нее такая приятная тяжесть в руках. Вот тут как раз-таки это тоже ощущается, это приятная тяжесть. И поэтому я согласна, я согласна немножечко потаскать ее, если придется. Но зато каждый день, когда я крашусь, ее открываю, я кайфую. Потому что, блин, даже когда ты ее просто вынимаешь из коробки, а я напомню, коробка выглядит вот так обалденно, ты уже прям начинаешь, начинается твой кайф от макияжа. Ну и плюс, что все так получается беспроблемно. Не могу не сказать маленького минуса. Некоторые шиммерные оттенки, в том числе и вот эти Special Shades, они могут немножечко разлетаться с века, да, то есть в течение дня осыпаться, что у вас на щеках появятся какие-то блестяшки. Я за этот счет не переживаю, но если вам как-то не хочется, чтобы это происходило, то, наверное, лучше тогда их приклеивать тоже на клее для глиттера. Хочу теперь, прежде чем я закончу макияж глаз, хочу добавить карандашик. И мне тут есть, безусловно, мой фаворит. Это российские карандаши от фирмы OK Beauty. Они не супер дешевые, они примерно стоят 700 рублей, есть на Вайлдберрисе. И, блин, а сколько я их полюбила, что я сначала купила один, потом второй, и в итоге у меня их пять. Эти все я очень сильно люблю. Они супер мягкие, гелевые. Их, конечно же, надо точить, но, блин, это вообще самый маленький минус. Зато они прекрасно растушевываются. Можно их использовать в качестве подложки. То есть мягенькие такие гелевые нанести, быстренько кисточкой растушевать, и все. После того, как они застынут, их просто не вырубишь топором. Вот, поэтому хочу сейчас сначала добавить карандашик, а потом уже перейдем к нашей сияшке. Единственный момент тут какой есть. Если вы прокрашиваете, например, верхнюю слизистую или межресничку, придется какое-то время походить с открытым глазом, потому что карандашик такой мягкий, что если вы как-то сильно моргнете, он может отпечататься на нижнем веке. Но, насколько я слышала, у той же Романовой примерно такие же карандаши, по мягкости и по свойствам, но стоят подороже, поэтому там у нее тоже особо не разморгаешься. Этот недостаток вполне реально терпеть. Вот, поэтому, ну, для меня это не минус. Я, соответственно, вот сейчас пока быстренько по нижнему веку его растушую. Вот, давайте, наверное, пошире даже растушуем, чтобы веко свое маленькое и так и без того не уменьшать. Хочу еще добавить на верхнее веко тоже чуть-чуть линию роста ресниц этот карандашик. В принципе, можно слишком тут не скромничать. В принципе, можно, да что ж ты, фокус. В принципе, можно слишком тут не скромничать, потому что я всегда карандаш люблю подтушевывать. Вот. Такая получилась красота. Ну и все, не хватает последнего штриха. И это самое сложное решение за сегодняшний день. Шучу. Но одно из самых сложных. Какую сияшку добавить на веко? У нас тут целых пять, ой, больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вариантов. Я все их люблю. Мне нравится и вот этот зелененький, и розовый просто классный. И золотишко тут такое интересное. Ну вот прям реально. И красного, если хочется так всех поразить, и красного добавить тоже будет супер. Может, реально давайте сегодня нанесем красный? Так сказать, чтобы всех поразить. Ну и плюс, мне кажется, это один из самых интересных здесь оттенков. Я вот, кстати, до этой палетки красные оттенки вообще не любила. У меня есть несколько палеток, тоже с красненькими сияшками. Но я их никогда не использовала. То есть лежали они у них без дела. И бывает даже такое, что берешь палетку с этим красным оттенком, и непонятно, ну куда его мне приткнуть? Что мне с ним делать? Какие цвета для него использовать? Тут, слава богу, мама Пэт о нас позаботилась. Она подбрала супер комплементарные оттенки для этого красного, чтобы мы с вами не выглядели как-то странно, ну слишком странно. И мне нравится, что тут просто берешь, делаешь такой любой классический макияж, добавил сияшечки, и все клево. Единственный момент, осталась у меня сияшечка для уголка глаз. И несмотря на то, что в этой палетке есть целых три оттенка, которым можно использовать для уголка глаза, я все-таки хочу показать вам мою самую любимую сияшку из оттенки, из палетки Lime Crime, голубенькую. Я ее настолько люблю, что это единственный оттенок, в котором у меня ощутимая ямка. Потому что даже когда я пользуюсь другими палетками, для уголка я использую вот эту штучку. Блин, она такая красивая. Я видела на обзоры, пару обзоров на эту палетку, и как-то слышала, что кому-то этот оттенок не нравится, он тверденький. Ну да, он не такой сливочный, но никак на качество это не влияет. И, блин, реально, девчонки, это самая бабамистая моя сияшка из всех. И она такая интересная. Не просто какой-то хайлайтерик, а он такой, с изюминкой. Так, давайте я сейчас оформлю свой второй глаз и вернусь сюда для того, чтобы накрасить ресницы и сделать свои губы. Мне очень нравится, как получилось. Кстати, без камеры весь макияж занял буквально там 3 минуты максимум. Может, даже быстрее. Просто широк-широк и готово. Если вы хотите максимально быстро получить максимально крутой результат, то все мои вот эти палеточные фавориты вам идеально для этого подойдут. Ну, а мы переходим к туши для ресниц. Не могу сказать, что я какие-то сделала супероткрытия, но мне в последнее время очень нравится Dior Show Iconic Overcurl Mascara. Она вот в таком серебристом тюбике. И они там все Dior Show, но это тоже отличает то, что кисточка у нее изогнутая. Вот, действительно классно разделяет, дает объем. Про завиток ничего сказать не могу, потому что у меня от природы очень завитые ресницы, но объем она дает классный, и эффект от нее мне очень нравится. Конечно же, бюджетные туши тоже дают классные эффекты. Мне в этом году также, как всегда, я покупала бессменный фаворит Кабаре от Vivienne Savo. Мне очень понравилась тушь от Stellarie, которая называется Wild. Но на данный момент они уже все закончились, поэтому я пока пользуюсь вот этой. И она клевая. Я, кстати, уже эту Dior заказала в полном размере. Это миниатюрка. Но вот уже совсем скоро ко мне приедет из Этуаля такая полноразмерная тушь. Ну и переходим к губам. Как вы видите, глаза я люблю красить поярче. Вот губы люблю красить понежнее. И мой фаворит в этом году это Pillow Talk от Charlotte Tilbury. Да, эта помада немножечко степлинкой, но она такая незначительная. Мне кажется, подойдет большинству девушек. И прикольный момент, что на эту помаду у меня в коллекции оказалось целых два дьюпа. Первый дьюп это Velvet Teddy от MAC. Да, там оттенок немножечко отличается, но все же это очень и очень похоже. И второй дьюп это дешевая помада от белорусского бренда Luxe Visage. Называется Pin Up Ultra Matte. В оттенке 503 мило. Прямо вот если хотите Pillow Talk, можно сначала попробовать эту помаду и примерно оттенок на себе понять, подходит вам такое или нет. Ну вот и все. Макияж моими фаворитами закончен. Как вы видите, я уже начинаю потихоньку сиять. Поэтому сейчас нанесу потолще финальный слой пудры на свои проблемные зоны, которые все время сияют. Друзья, ну и все, мы закончили. Макияж моими фаворитами готов. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и обязательно напишите в комментариях, совпали ли мои фавориты с вашими фаворитами и что вы больше всего любили в этом 2020 году. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok